МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москву и назначили первым секретарем столичного горкома. После этого карьера Ельцина пошла резко вверх. И сделал ее он, как сказали бы сегодня, на борьбе с коррупцией. Удивительно, но Ельцин, будучи сам членом партийной номенклатуры, выступил с яростной критикой своих коллег и объявил себя борцом с партийными привилегиями. Он заявлял, что чиновники должны, как и обычные граждане, стоять в очередях за колбасой и пользоваться общественным транспортом. Мало того, пытаясь понравиться населению, он отказался от положенной ему служебной машины и начал ездить по Москве на трамвае. Посмотрите на эти уникальные кадры. Вот Ельцин едет на трамвае, причем не на работу, а со служебной проверкой в продуктовые магазины. Удивительно, но каждая такая поездка почему-то проходила под многочисленные телекамеры. Ельцин вообще любил внимание журналистов. Посмотрите, это еще одна редкая хроника. Вот он уже министр гастроя СССР с гордостью демонстрирует журналистам, как ходит в обычную районную поликлинику. Ельцин Борис Николаевич, первая Е. Ельцин. Ельцин после СИИ. Ельцин. Должность? Министр. Впервые с 17-го года он министр проемной поликлиники. Удивительно, но в момент посещения поликлиники в ней, кроме Ельцина и съемочной группы, никого нет. Ни одного посетителя. Ощущение, что съемка будто спланирована кем-то заранее. Правда, дикторский голос убеждает, что съемочной группе просто повезло застать Ельцина в такой ситуации. Нашей съемочной группе, постоянно дежурившей у подъезда Ельцина, посчастливилось снять уникальный эпизод. Мало кто помнит, но в начале 90-х репортажи статьи о Ельцине, которого пресса называла героем, борцом с партийными привилегиями и бюрократией, сыпались славно из рога из обилия. И все потому, что Ельцин, говоря современным языком, умел грамотно пиариться, умел находить общий язык с журналистами. Кстати, многие из них потом получали высокие должности. Нашей съемочной группе удалось снять интервью с помощником Ельцина Сергеем Станкевичем. Он рассказал нам, почему поначалу у Ельцина было так много сторонников. Ельцин был человеком стихийным. Это был такой почти фольклорный герой. Плоть от плоти исторической России, выходец из Урала. Конечно, он был противоречив. Конечно, никаких системных, демократических убеждений, никакой философско-осмысленной картины той России, которую он хочет построить, у него не было. Конечно, он метал все стороны в сторону. Он мог действовать под влиянием импульса и раздражения. Но в то же время был огромный инстинкт власти, колоссальная интуиция, опыт аппаратной борьбы. И все это он применял, мобилизуясь именно в кризисные моменты. То есть он был лидером атаки. Мало кто знает, но нравится Ельцин умел не только своим, но и американцам. Он старался произвести на них впечатление. И ради этого готов был давать какие угодно обещания. Посмотрите, это его выступление перед американским конгрессом, которому он обещает, только вдумайтесь, освободить всех похищенных американцев. Если хоть один американец был задержан у нас, и его еще можно найти, то я его найду. Я верну его семье. На конгресс США такое заявление Ельцина произвело глубокое впечатление. Они аплодировали ему, стоя не меньше минуты. Когда Ельцин стал президентом, многие из тех, кто слушал в американском конгрессе его обещания, стали советниками в России. В правительстве, в Госдуме, в Кремле появились американские консультанты по культуре, политике, экономике. Официально все эти консультанты были профессорами из Еля и Гарварда, а неофициально кадровыми разведчиками или агентами ЦРУ. Именно по их советам в стране проводились демократические реформы и грабительская приватизация. Возглавивший первое министерство госимущества Чубайс не принимал ни одного решения о приватизации ни одного предприятия без заключения экспертов из Соединенных Штатов Америки. По каждому проекту приватизации у него были советники, в то время в министерстве госимущества России находилось постоянно до 60 советников из Соединенных Штатов Америки. Лишь спустя десятилетия в России узнают, что и приватизация, в результате которой страна оказалась разграбленной, и все экономические реформы проводились по указке американских советников. В результате этих реформ большинство граждан нашей страны стали нищими. Либерализация цен, из-за которой даже самый простой продуктовый набор многим стал не по карману, гиперинфляция, из-за которой у многих сгорели все сбережения, задержка по выплате пенсий и зарплат, все это стало результатом мудрых американских советов. И по уровню жизни когда-то богатейшая в мире страна при Ельцине встала в рейтинге почти на одной строчке из Зимбабве и Гондураса. У нас голодало полстраны, а многие просто умирали от голодной смерти. И не то, что там Ельцину было на это наплевать, он считал, что все нормально, что вот эти младые реформаторы, там Гайдар, который работал там где-то в журнале «Коммунист» и в газете «Правда», что он действительно реально придет и сделает чудеса какие-то, да? Ну, что это? Неужели это действительно мог человек о реальном подумать, который не проходил ни крупных заводов, никогда не руководил, никогда не был во власти, он придет и сделает, он реально понимает, что такое экономика. Или там приехали эти советники, которые там бегали в джинсах, так сказать, по администрации и давали указания, что они реально выведут страну из жесточайшего кризиса, в который она попала. Но и это не все. По советам американских консультантов, русскую армию, одну из сильнейших в мире, Ельцин перевел на конверсию. В результате, многие стратегические предприятия перешли на самофинансирование и вместо танков, подлодок и ракет начали выпускать сковородки и кастрюли. Армия не просто развалилась, армия была уничтожена. То есть, в то время армии практически в Российской Федерации не было. И хищения в армии достигали таких размеров, что это было поразительно. Просто не при одной эпохе, кроме эпохи Ельцина, такого не было. Я уже не говорю о оборонных предприятиях, которые полностью потеряли все заказы. Это уникальнейшее производство, которое до сих пор не восстановлено. В 94-м году Ельцин развяжет войну на территории собственного государства. И те, кто когда-то голосовал за него, будут отправлять своих сыновей на кровавую бойню. Кровавая бойня на улицах Грозного, тысячи погибших солдат и офицеров, многим из которых едва исполнилось 18. Сотни пленных, которые навсегда так и останутся пропавшими без вести. По мнению Алексея Журавлева, депутата Государственной Думы всего этого могло и не быть, если бы Ельцин вел себя иначе. Надо было прежде всего вести переговоры с теми правительствами, которые там были. Можно было это избежать. В этом и есть мудрость политика. И я не думаю, что Дудаев хотел какой-то войны. Я почти уверен, что это было не так. И косвенные прямые факты об этом свидетельствуют. Никому это не нужно было. Другой вопрос, на каких условиях можно было договариваться. Но Ельцин на это не пошел. Он считал, что он уже король, он уже властный хозяин. Он может делать, что считает нужным. И тем более, что бравые генералы тоже рапортовали, сейчас какие проблемы, сейчас все решим. Решили. Ценой скольких жизней? Тысяч. И не только русского народа, но и чеченского. Простить Ельцину чеченскую войну до сих пор не могут многие. Не могут ему простить еще одного. Унижение России. Посмотрите на эти исторические кадры. Они были сделаны 31 августа 1994 года. В тот день крупнейшая группировка на планете, западная группа войск, которая почти в два раза превышала численность армии ГДР, прекращала свое существование. Прощай, Германия, прощай! Нас ждет любви лучший край. За мной указ пожар войны. С друзьями расстаемся мы. Под этот марш «Прощай, Германия», который был написан специально ко дню вывода российских войск, маршировали русские солдаты и офицеры, которым придется краснеть. Ведь сильно подвыпивший Ельцин президент России решит помузицировать вместе с оркестром полиции Берлина, а намахавшись дирижерской палочкой и споет «Калинку-малинку». Калинка-малинка-малинка